МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Парламентская оппозиция была, есть и продолжает оставаться главным ньюсмейкером политических новостей. Даже протесты несистемной оппозиции не сумели в средствах массовой информации вытеснить инициативы партии социалистов и сегодняшнего президента страны как по защите пенсионеров и ветеранов, так и по сохранению политической системы страны с первых полос газет и интернет-изданий. Эти темы остаются в центре внимания телевизионных аналитических программ. Аналитики и эксперты, даже критикуют парламентскую оппозицию в лице социалистов, приходят к общему выводу. Во-первых, ПСРМ последовательно в своих действиях, во-вторых, находясь в условиях бескомпромиссной политической борьбы, готова даже своим оппонентам предложить компромисс. Что это? Проявление политической силы или исследование тезису политика и искусство возможного? Об этом и поговорим с нашим собеседником, гостем, исполнительным секретарем партии социалистов Республики Молдова Владом Батрынчем. Добрый вечер! Здравствуйте! Темы, в общем-то, сегодня нам для нашей с вами беседы надиктовали события, которые проходят в стране. Для начала давайте как-то оценим или увидим вашими глазами то, что происходило не так давно перед парламентом в виде вот этих самых протестов с участием однопартийцев Майя Санду, с участием тех, кто поддерживает платформу «Да» и партию Рената Усатова. Такой взрывоопасный или, может быть, не очень, но коктейль, где сошлись самые разные люди. И в то же время, когда-то в свое время сами же ратовали за изменения избирательной системы. Сами же говорили о том, что сегодняшняя избирательная система должна быть изменена. Теперь они ее вдруг стали защищать. Вот ваша оценка. Ну, я сейчас даже не чувствую, Станислав, говорить о том, что кто-то там на главной площади страны, назвав себя великим национальным собранием, выступал там за одномандатную систему, что депутатов надо избирать от каждой территории. И не хочу напоминать, что кто-то, назвав себя великим национальным собранием, позже превратил это все в определенный политический проект. Появилась одна политическая партия. И фактически вот этот весь пар народного гнева был направлен в то, чтобы создать конкретную политическую партию под определенную группу лиц. Я вообще за протесты. Я считаю, что это абсолютно демократический инструмент, демократический метод давления на власть, на любую власть. Это правильно. Это абсолютно демократическая, правильная норма акции прямого действия. Это показатель того, что общество активно. Вопрос в другом. Я очень уважительно отношусь к тем людям, которые искренне протестуют. Мы сами провели за эти годы более 500 протестов. Хочу сказать, мы первые, кто вытащил информацию в публичное, так скажем, пользование о миллиардах. Мы первыми протестовали в Национального банка, у прокуратуры, у правительства. Еще не было близко платформы. Когда они начали осваивать тему миллиардов, тогда они называли фантазерами. Когда протестуют люди, я это приветствую. Но у меня конкретные вопросы по определенным людям, которые вначале делегировали в парламентское большинство имени Плохотнюка депутатов. Две трети своей фракции делегировали коммунисты. Мы предупреждали людей на выборах, что будет именно так. Сегодня коммунисты пытаются, сохранив все семь депутатов, в группу говорить о том, что они великая оппозиция, все на протесты. Ребят, надо было в парламенте блокировать это парламентское большинство, чтобы не было поддержки у Плохотнюка под одномандатную систему. А сегодня вы ему ее дали. И более того, хочу вам сказать, что в полном составе фракция коммунистов проголосовала за Канду Фина Плохотнюка. И он сегодня возглавляет парламент, и назначает гувернатора Нацбанка, выдвигает и принимает ключевые решения, и осуществляет парламентский контроль над силовым блоком. И у меня огромные вопросы еще больше. К ЛДПМ, которая вдруг пытается, уже опустившись в рейтинге до процента, пытается где-то впрыгнуть в какой-то уходящий пояс протестов, и пытается дистанцироваться от сегодняшнего власти. Нет, ребят, вы 8 лет были властью. Вы 8 лет были властью. Вам еще отвечать наравне, как и вашему лидеру. И вначале вернитесь в парламент, и вытащите обратно голоса, которые вам доверили люди. Накачали коммунистов 14 голосов, парламентское большинство дали. ЛДПМ, получается, 23, их осталось 6 человек, 17 голосов. И вы при этом еще говорите, что кто-то не должен ковыряться в носу, и говорят социалистам. Мы единственные в этом парламенте, кто не вошел ни в какую формулу власти. Мы никогда не претендовали на какие-то функции в государстве. Мы не назначали спикеров парламента, как делали все остальные партии. Мы не назначали правительство, как делали все остальные партии. И в том числе в этом созыве и коммунисты, и либерал-демократы с совместным голосованием. И мы с самого начала этого созыва, с 2014 года говорили, что парламент должен быть распущен. Мы за выборы. Да, мы вышли на всенародные выборы президента. Наш кандидат убедительно победил. Взял рекордное количество голосов. Никогда столько не голосовали за кандидата, либо за политическую партию. И единственное, что мы сегодня просим у народа, это поддержать нас на референдуме, чтобы дать президенту те полномочия, которые позволят распустить ему полулегитимный парламент. Соответственно, у нас есть повестка дня, которую мы придержимся. И мы работаем в условиях реальной политики. Мы не пытаемся сидеть на двух стульях. Когда в парламенте был зарегистрирован проект одномандатной системы партии Плохотнюка, когда он был зарегистрирован в Венецианской комиссии, мы отреагировали максимально оперативно. За три дня юристы проработали и предложили тот самый проект смешанной системы. Я бы хотел единственное предложить людям, тем, кто его не читал, обязательно, он есть на сайтах, он есть в интернете, на сайте парламента, обязательно ознакомимся с этим проектом. Потому что он действительно хорош. Я сейчас не говорю о том, что мы первыми заявили в стране о смешанной системе. Это еще в 2011 году, в момент избрания от Ададона представителем партии, социалистов. Он вышел на съезде, и это была наша программная установка с 2011 года. Но не мы педалировали, что сейчас надо медленно. Нас устраивает нынешняя система. Нас устраивает смешанная. Наша задача была остановить одномандатную систему, и мы это сделали. И мы это сделали конкретными действиями, а не словами, и не декларациями. Это проект, который был в рекордные сроки, зарегистрированный, передан в Венецианскую комиссию. И это проект, который принципиально меняет условия против власти. И я объясню почему. 51 мандат партиям, и 50 распределяются каким образом? Половина диаспори и Приднестровья. Никогда диаспора ни на востоке в России, ни на западе в Европе не будет голосовать за демократическую партию Плохотнюка. Никогда Приднестровье, которому отводится значительная доля мандатов, не будет голосовать за нынешнюю проевропейскую власть. И это та система, которая не выгодна демократической партии. При ней они не получат большинства. Поэтому какие бы то ни было спекуляции, их много спекуляций, модно, да, социалисты в тренде у нас, все опросы показывают поддержкой большинства граждан. Модно критиковать, и кто-то пытается свой дохлый рейтинг, да, накачать таким образом критикой социалистов. Могут критиковать сколько угодно. Нам самое главное, чтобы нас поддерживали люди, а не некоторые политические деятели, которые сменили очень много разных тезисов, и плечо подставляли власти, и депутатов подставляли. А сейчас вот говорят, что мы социалисты. Мы идем по своей повестке дня, мы идем по своей программе. Венецианской комиссии зарегистрирован проект «Смешные системы». Эта система предусматривает прямое участие, активное участие всех наших более миллиона граждан за рубежом. Политической, электоральной, конституционной жизни страны. Два дня для тех, кто за границей. Пять тысяч бюллетеней на каждом участке. И условия, чтобы диаспора выдвигала реальных депутатов. Нам очень важно Приднестровье. Мы единственная парламентская, пожалуй, единственная партия в стране, серьезная партия, которая есть четкое видение, как надо возродить страну, как надо ее объединить. И мы говорим очень четко, что Приднестровье должно вернуться в состав Молдовы. В той или иной формуле можно обсуждать. Не нравится слово «федерация», придумаем другое название. Но мы делаем конкретные шаги, конкретные шаги для того, чтобы Приднестровье вернулось в состав Молдовы. И один из важнейших шагов через проект «Смешные системы» дать им этих депутатов. И пусть Приднестровский регион... Пусть участие в политической жизни страны... Да, конечно. Пусть граждане их не выдвигаются, пусть они участвуют, пусть они участвуют в нашей политической жизни. Мы только за. Это может пугать власть, это может пугать унионистов, но нам глубоко, в данном случае, безразличное их мнение. Поэтому есть такой проект, это единственный верный шаг, и мы остановили одномандатную систему. Это важно. Все те деятели, которые вот там пять партий крупнейших, такие заголовки смелые, пять крупнейших партий в стране объединились против там, против смешанной системы или против изменения. Какие крупнейшие партии, ребята? Вы выходили когда-то из компьютера, вы в селах, вы в селах бываете? Где ваш рейтинг, где ваша народная поддержка, где ваша команда, где ваши территориальные структуры? Пять крупнейших партий в стране, пару десятков проплаченных НЖОшников у нас сидят общественные деятели, так называемые, возглавляют общественные организации и занимают такие, как Барбароши и другие, и сидят в шести, семи, восьми проектах. И с каждого проекта, как координаторы проекта, имеют пятьсот, тысячу долларов и более. И эти люди будут нам учиться, учить нас не ковыряться в носу. И они выводят все эти пять крупнейших десятки НПО, они вот выводят на площадь аж тысячу человек. Ну а что, где наша партия Рената Усатова? Без социалистов уже тысячу человек не получается собирать. Да, вот когда мы организовываем, а кто-то потом еще нам говорит, что 95% людей вывел Рената Усатый. Вот мы сейчас хотим увидеть 95% людей. Это уже не так, когда социалисты целыми ночами возили людей на Кишинев. Поэтому вот это их повестка дня. Пусть протестуют. Но, конечно, я хочу сказать, что протест должен быть искренним. Не так, как Великое Национальное Собрание стало партией и платформой. Не так, как ЛДПМ пытается быть и властью оппозициями. Коммунисты пытаются быть и властью оппозициями. У нас своя четкая повестка дня. Смешанная система это то, что позволит сменить власть. И это это не компромисс ни в коем случае. Это альтернатива тому, что предлагает это парламентское большинство. И это парламентское большинство не сделано социалистами. За них голосовали не мы. Это люди проголосовали за ЛДПМ. Хотя мы их предупреждали. Воруют деньги из банков. Тогда мы нас называли фантазерами, когда мы говорили о миллиардах. Мы говорили, не голосуйте за коммунистов, делегируйте депутатов Плохотнюку. Все так и получилось. Сегодня мы имеем это парламентское большинство. Мы как должны действовать? Уйти с парламента 24 человека и побыть опять сделать кому-то массовку для того, чтобы кто-то подкачал рейтинг? Нет. Мы заблокировали одномандатную систему в парламенте. Мы ее заблокировали на международной арене. Есть внешняя поддержка и на Западе, и на Востоке. Эта система позволит объединить страну с Приднестровья, включить диаспору и сменить власть. Вот наше конкретное повестание. Я так понимаю, что сегодня в Молдове представители Венецианской комиссии заняты тем, что изучают предлагаемые проекты по изменению избирательной системы. На ваш взгляд, ведь понятно, что скажет Венецианская комиссия. На последней 100 метровке не меняется избирательное законодательство. Вот давайте следующий парламент пусть изберет. Но тем не менее, какие-то оценки, предложения, озвученные с одной стороны демократы, с другой стороны партии социалистов будут уже даны. Вот что услышат представители Венецианской комиссии от социалистов? Станислав, мы не зря направили им наш проект. И мы уверены, что этот проект будет правильно понят. Это очень современная система. Этот проект действительно максимально взвешен, максимально аргументирован и он максимально в интересах граждан-людей. Мы рассчитываем на то, что Венецианская комиссия поддержит именно этот проект, а не проект одномандатной системы, предложенной им демократами. Демократы были первыми в нашем проекте впоследствии. Нам важно, чтобы не было одномандатной системы. Что касается мнения Венецианской комиссии, мы обязательно изучим все ее аргументы. Конечно, их авиз будет носить рекомендательный характер. Это они сами отмечали. И мы обязательно изучим все их мнения по данному проекту. И мы будем максимально транспарентно, открыто, в интересах Молдовы общаться с Венецианской комиссией. И примем их мнение к сведению обязательно. Но вопрос в другом. Вот мы видим заявление некоторой частной Венецианской комиссии, мы видим заявление Европейского парламента. Ребята, где вы были раньше? Вот такие демократичные европейцы. Когда мы здесь протестовали и протестовали по-настоящему массово, когда мы требовали распуска парламента, когда мы боролись с кражей миллиардов, почему европейская власть раз за разом принимала решение, почему европейцы принимали решение поддерживать партии этого так называемого Альянса. И каждый раз перед выборами они им давали денег, каждый раз они выходили из дикого раза. Они даже правительство Филиппа признали, они признавали и приветствовали правительство Лянг, укравшего миллиарда. Они признавали правительство Стрельца, Филата, кого угодно. Где были эти европейцы? Правильные названия были, знаете, Альянс за европейскую альянс. Они же прикрывались за европейским флагом и у них все, и когда европейским флагом махаешь, там же звезды, сразу кого-то кружилась голова. И соответственно мы будем уважительно относиться к мнению европейцев, но наша задача социалистов мы строим и претендуем быть народной партией. И наша первая задача это чувствовать и заслуживать поддержку людей. Нам очень важно, чтобы нас поддерживали люди. Если бы нас не поддерживали люди, европейцы близко бы нас не пустили. Не на парламентские выборы, когда мы взяли 24 мандата, возьмем больше и победим на следующих парламентских. Они бы нам в жизни, если бы не поддержка массовая людей, не позволили победить на выборах президента. Обратите внимание, как они накачали Майю Санду. Откуда у Майи Санду было 700 тысяч голосов? Абсолютно нереальное количество для человека, который появился в Фейсбуке. И при той антипатии, которая родилась после ее руководства системы образования? Конечно. То есть голосовала за миллиарды в составе правительства, голосовала за аэропорт, его передачу в концессию, голосовала за бакалавр, раздевалась над детьми, разрушила систему образования, изгнала педагогов, сняла много директоров, профессионалов и рисует более 700 тысяч голосов. Если бы за Додона не вышли более 835 тысяч человек, они бы украли победу. Они бы украли победу. И поэтому к мнению европейцев мы будем относиться уважительно. Но нам важна народная поддержка. Нам важно, чтобы нас люди понимали. И нам гораздо страшнее в данном случае и гораздо опаснее. Это что нас не поймут люди, нежели европейцы. А что касается европейцев, ну слушайте, пусть признают свои ошибки, если они такие правильные. Вот сейчас, наверное... Признание, это ведь первый шаг исправления ситуации. Не знаю, насколько готовы европейцы к этому действию. Всегда их посольство пугали людей русскими танками. Всегда. И всегда, даже если они где-то с нами соглашались, с нашими аргументами, они нам в наших встречах кивали. Но в решающий момент они принимали геополитические решения. И никогда они не поддержали протесты, недовольство властью. Просто потому, что власть назвала себя европейской. А сейчас некоторые из них начинают активно поддерживать Майю Санду. Ребята, вы поддерживали ЛДПМ Филата. Сейчас вы поддерживаете Филата в юбке. И ЛДПМ желтого цвета. Она мне по пути. И пусть они сколько угодно отстаивают права Майи Санду и ежа с ней на какие-то там протест, что она должна быть услышанной. У Майи Санду с Филатом было 8 лет. Они за 8 лет опустили страну. И сейчас они будут нас учить демократии. Знаем мы их демократию. В Украине мы их демократию видели. В других странах видели их демократию. Не нужна нам их вот эта хваленая такая демократия. Демократия она на выборах. Так дайте людям, поддержите людей чтобы выбор был максимально независимым. А где были европейцы когда власти проевропейские запрещали 600 тысячам граждан Республики Молдова голосовать в России. Для них отправили им 10-15 тысяч бюллетеней. Где были европейцы? Одно заявление видели? Нет. А вот когда Майя Санду была кандидатом и когда не хватило на одном участке из 200 на западе не хватило там бюллетеней так начали бить в колокола. Вы что? Трагедия. Понимаете? европейцы мы должны понимать это тоже политические актеры это тоже политические персонажи это тоже политические интересы. А мы один раз должны заняться не проевропейской или пророссийской мы должны заняться промолдавской политикой. Нам надо создать условия для наших граждан чтобы граждане чувствовали себя здесь дома достойно могли голосовать чтобы их не запугивали чтобы у них была экономика уровень жизни. А что? Европейцы выделяли когда разрушали сельское хозяйство? Европейцы выделяют стабилизационные фонды большие фонды миллионы евро ведь они же уничтожали нашего производителя у нас импорта больше чем экспорта и они выделяли деньги где эти деньги? Попали производителям? Нет попали Филату в Каравиту и что? Где заявление европейцев? Поэтому мы относимся с большим таким резервом к тому что они говорят уважительно нас интересует мнение венецианской комиссии но еще раз повторюсь нас интересует чтобы этот проект наш поддержали люди не проект Плохотнюка а проект социалистов и мы им говорим что смешанная система это не компромисс это альтернатива той политической ситуации которую создали не социалисты не мы вручили Плохотнюку большинство а те кто сегодня зовут их на протесты дубы те которые развешивали билборды 9 лет назад нет остановим коммунизм остановили в кавычках коммунизм но сейчас где их лидер в местах не столь отдаленных если продолжить тему политических персонажей европарламентарии как политические актеры буквально недавно приняли решение отложить финансовую помощь республике Молдова в размере если не ошибаюсь 100 миллионов евро и тем самым не просто отменили отложили на какой-то определенный период времени для того чтобы уже либо изучить ситуацию хотя программа этих программа по освоению этих средств была предложена я так понимаю правительством еще в январе текущего года и коммунизм ждал этих денег причина решения европарламентария озвучили или назвали следующие озабоченность выраженная рядом парламентских групп по поводу развития политической ситуации в республике Молдова то есть напрямую прямо было сказано мы боимся за судьбу денег поэтому вот ваша оценка этих с одной стороны есть поддержка сегодняшней власти с другой стороны смотрите взяли и отсекли от кормушки пусть может быть не самой крупной суммы денег но тем не менее лукавят геополитические интересы и в очередной раз они включают некоторые механизмы инструменты для накачки определенных политических партий им нужна там Майя Санду им нужен Андрей Анастасий и так далее это европейские игры мы сколько им говорили деньги которые приходят в Молдову вот зенитровно-гречан была встреча с миссией из Европейского Союза вот которая мониторит использование да тех самых европейских денег вопрос в чем им она отметила еще раз деньги которые приходят с Европы они должны и не только с Европы любые внешние деньги они должны иметь специальное назначение под конкретные инфраструктурные экономические проекты то что завтра принесет какие-то дивиденды те деньги которые выдавались они во многом шли на погашение бюджетного дефицита на проедание это неправильная формула опять страну вели в долги это не финансовая помощь вот то что вы там оговорились Станислав сказали там 100 миллионов там некоторая малая часть грант а большая часть это кредит а у нас внешние долги посмотрите выросли во сколько раз более 150 миллиардов леев их как возвращать европейцы помогут они выделяют деньги за что за разрушение экономики за разрушение сельского хозяйства люди этих денег не почувствовали деньги которые приходят из вне страны запад восток не имеет значения должны иметь специальное назначение деньги должны идти под конкретные транспарентные проекты но их не интересуют инвестиционные экономические проекты здесь их интересуют реформы я думаю что народ сделал выводы молдавский народ об этих реформах насколько они продуктивны насколько они целесообразны и насколько они влияют на уровень жизни людей никак они повлияли на нас на наш правящий класс который уже живет евроинтегрировался и живет как в Европе живет в Европе все их дети они все там у них бизнесы активы их там те деньги которые ушли из страны они же туда ушли поэтому мы к европейцам будем относиться более так скажем еще более уважительно когда мы увидим и принципиальность их стороны когда мы увидим их реакцию на нарушение закона конституции неоднократно наша фракция наша партия обращалась европейские структуры по поводу нарушения конституции по поводу других беззаконий мы к ним обращались по миллиардам что-то мы не увидели громких заявлений хотите помочь помогайте людям а не помогайте не обуславливайте как вы называете помощь хотя кредиты неправильно называть помощью направляйте помощь таким образом чтобы люди почувствовали а не направляйте ее под конкретные политические партии это неправильно у нас у социалистов другая повестка дня нас интересуют инвестиционные проекты которые позволят поднять наше производство сельское хозяйство мы должны сами заработать деньги дайте нам удочку европейский союз у нас удочку отобрал на чем по мнению европейского союза по тем нормам которые предусмотрены в договоре об ассоциации Молдова должна зарабатывать на сфере обслуживания что такое сфера обслуживания кого-то мыть обслуживать такая роль наша в европейском пространстве а мы хотим другой роли мы хотим роли Швейцарии нейтральная страна страна у которой есть сильная экономика но ведь европейские сущности не поощряют нашу сильную экономику поэтому мы говорим российский рынок на российском рынке мы сами заработаем деньги в евразийском пространстве мы сами заработаем деньги потенциал нашего экспорта туда полтора-два миллиарда долларов в год а вы нам за 7 лет дали кредитов миллиард а мы сами можем заработать если экспорт трудовую миграцию в Россию если мы создадим нормальные условия для наших мигрантов мы только первые шаги начали делать энергетический пакет Евразийского союза и вот мы имеем плюс 3-4 миллиарда долларов в год нам вы со своими кредитами не нужно мы вас сами кредитовать будем если у нас страна заработает если мы возродим свою экономическую инфраструктуру если у нас будет производство если мы дадим нашим людям нормальные рабочие места чтобы наш хороший человеческий потенциал вернулся домой Европейская союза с нами играется их интересует что? чтобы здесь не было извините за выражение кипиша чтобы здесь была предсказуемая контролируемая власть управляемая контролируемая Европа хорошие дороги чтобы они могли нормально проезжать через территорию Республики Молдова спасибо люди добрые но вас интересует территория а нас интересуют люди и поэтому вот эти их политические решения ну пусть дают Майя Санду помощь пусть дают Настасе кому угодно как давали Филату но при чем здесь национальный интерес Республики Молдова и власть и оппозиция правая спекулируют тем вот из-за Додона не дали не дали кредит подождите потому что Додон ведет переговоры о российском рынке потому что Додон ведет переговоры о наших сотнях тысяч тысяч мигрантов которые там работают так они зарабатывают более миллиарда долларов в год домой присылают поэтому ведет не ведет Додон какие-то соглашения о подаянии финансовой помощи он ведет речь о том на чем мы можем заработать денег не нравится Додон ничего мы и парламентские выборы победим и будете считаться и так как до 2009 года молдавское правительство навязывало не навязывало а предлагало МВФ у программы финансирования правительство Гречаной до Дона приходило в МВФ с программой а сегодня они нам диктуют мы вам дадим но сократите школы больницы сократите количество районов примарей сел поднимите пенсионный возраст ну так далее аборигенов опять же разводят ну мы об этом уже говорили с вами Станислав но как бы здесь сложно сказать что-то новое но по-прежнему вот даже это отношение европейского парламента сейчас вы кому даете если вы говорите что вы даете я думаю новое здесь может прозвучить то что в общем-то по сути является старым а ведь почему произошел этот перелом когда до 2009 года правительство Молдовы предлагало и как бы и наставило на своих условиях на определенных условиях конечно после 2009 года те кто пришел к власти уже наоборот стали то есть выступали в роли просителей и ведь в этом является ответ на вопрос а что произошло в 2009 году те кто пришел к власти сформировал проевропейский альянс нуждались в легитимизации но через Майдан через 7 апреля они нуждались в узаконивании своих прав а для того чтобы узаконить им нужна была поддержка поддержка в лице вот тех же европейских чиновников и парламентариев а уже когда ты просишь поддержку ты соответственно соглашаешься на условия раз соглашаешься на условия то ты уже исполнитель чужой воли и данный случай это знаете лестница вниз вот к чему в общем-то мы сейчас и пришли и сегодня многие задаются вопросом а дно этой ситуации где то есть дошли мы до дна или еще у молдавской экономики у молдавского общества еще есть запас что продемонстрируешь к сожалению Санислав хуже может быть всегда они их самая большая ошибка после вот этого пуча майдана в 2009 году 7 апреля когда и Владимир Николаевич Воронин доблестно сдал все что можно было сдать и они взяли силы но западные партнеры придали вот этой власти дорвавшейся переворотом да власти они придали им европейского лоска вот этой демократичного имиджа да вот какие они правильные они они им позволили пользоваться европейским флагом и чаяниями тех 70% граждан которые тогда в 2009 году в далеком выступали за европейский союз за европейскую интеграцию 70% поддержки они их сейчас превратили в 30 но тогда было 70 и они паразитировали 8 лет на вот этом всем и европейцы каждый раз толерировали терпели и так далее но может быть потому что хуже может быть всегда и к сожалению ситуация ухудшаться может всегда вопрос в том что сегодня нет никаких предпосылок к тому что к тому что что-то изменится в лучшую сторону по договору об ассоциации с европейским союзом мы свою экономику не возродим по договору об ассоциации и по тем условиям которые они нам диктуют мы должны ухудшать социальные политики повышать пенсион до 2009 года правительство категорически отказать они же еще тогда пытались предлагать повышение пенсионного возраста этой оптимизации сокращения но правительство не соглашалось сказали категорически нет с этими ребятами европейцам получилось добиться практически всего что они хотели всех реформ всех сокращений оптимизации повышения пенсионных возрастов и так далее европейцы смогли реализовать свою программу потому что эти были пластилином давайте бабки и мы сделаем любые реформы и они выполняли вслепую наше правительство молдавское оно не обсуждало оно не спорило оно не настаивало оно не проводило свою вот мы сейчас встречаемся с болгарами с венграми знаете к партии социалистов очень много интереса вот позавчера там новый посол Великобритании Франции и так далее то есть к нам большой интерес и вот нам говорят наши там болгарские коллеги венгерские и так далее не повторяйте наших ошибок не давайте Евросоюзу вслепую вслепую навязывать какие-то лекала настаивайте на своих лекалах но эти не настаивают дайте деньги мы вслепую реализуем все поэтому Станислав возвращаясь к предыдущему вашему вопросу у нас к европейцам отношения сдержанные мы их уважаем как наших соседей но мы очень сдержаны в плане их политик и мы должны вернуться к тому что мы будем наставить на своей промолдавской политике и мы будем навязывать уважайте нас уважайте наше решение то есть становитесь реальными партнерами а не так сказать переводить область общения в ассал суверен понимаете здесь я мы часто наблюдаем даже вот в самой процедуре подписания вот этой ассоциации было нечто за всей этой помпезностью праздничностью было понятно что ведь многостраничный труд кто-то его писал 800 страниц насколько я помню кто его читал вопрос всегда остается открытым может потом впоследствии изучили и уже поняли что был подписан документ который превратил наш рынок в в такую источную яму европейской продукции и не только а наших рабочих в исполнителей в обслугу да в обслугу или выполняющих работы как сейчас принято говорить на довальческом сырье то есть пришли НДС нам не принадлежит в этой ситуации мы экспортируем первичное сырье на котором мы не зарабатываем экономика не зарабатывает денег первичное сырье оно никогда не обладает большим КПД и не обладает высокой добавленной стоимостью а импортируемая готовая вторичная продукция то есть продукция в которой уже высокий процент отбавленной стоимости нас развели нас развели дешево но в принципе к европейцам какие могут быть вопросы они реализуют то что им надо и в договоре об ассоциации писали они и наши его тут подписывали ратифицировали да он еще даже не был переведен на государственный язык на английском языке не читали конечно депутаты европейцы ну какие вопросы вот вам буферная зона пожалуйста зона сырья можете продавать нам свою продукцию вы ничего не производите вы аборигены у вас качества стандарты не те и так далее но сейчас когда мы пытаемся возродить да вот отношения экономические с Российской Федерацией там наши деньги мы хотим зарабатывать что они нас заставляют делать на Молдову склонили и молдавская власть приняла решение и мы объявили санкции России вы представляете какие мы грозные мы подняли свой маленький но гордый меч и объявили санкции России ну геополитика да сказали ребят давайте и наши опять же за кредит очередной за два автобуса школьных которые поломались через три дня мы объявили санкции России а в России из-за этого страдают сотни тысяч наших граждан производители наши разоряются здесь поэтому мы должны выходить из этого рабского положения мы должны отказываться от этой рабской ментальности и молдавская дипломатия должна иметь в хорошем смысле слова дипломатические зубы и мы должны уметь и не бояться говорить правду и говорить о том что мы хотим дружить с Европейским Союзом нам нужен безвизовый режим чтобы нас нас румыны своими паспортами не покупали и не манипулировали нами политически нам мы хотим каких-то реформ в области правовой мы хотим перенимать разумный опыт в каких-то гуманитарных вещах но при этом дайте нам быть самими собой вы же нас уважаете у них какой лозунг Европейского Союза единство через многообразие то есть они выступают за сохранение многообразия но многообразие это не только гей-парады многообразие это и признание чьих-то экономических свобод признание чьей-то чего-то экономического суверенитета национальная идентичность культуры мы же в Прибалтике заставили распилить флот прибалтийцев великих и сейчас эстонцев сколько осталось менее миллиона миллион триста нету их миллиона уже даже их восемьсот тысяч а в их балтийских водах сейчас ходят корабли под чужими флагами так же и в Молдове в Турцию взяли в зону свободной торговли с Европейским Союзом и все нашего производителя убили и сейчас молдоване не имеют своего помидора и мы пришли к тому что и помидоры мы везем с Турции потому что они там дешевле поэтому дайте нам быть самими собой не пытайтесь нас строить сколько той Молдовы она мы маленькая страна но даже но даже тут приходят и просто рассказывают нам как нам надо поступать и при этом не дают нам вариантов и при этом не видят в нас равного партнера по диалогу но опять же вина в этом не только европейцев европейцы они продвигаются интересом но наша здесь местная элита так называемая самопровозглаженная вот эта элита дает все под козырек то же их все устраивает наша элита она уже живет там здесь остались просто граждане которые мешают и я думаю что кого-то на западе устроит депопулированная территория лишенная населения но которая внятная управляемая самый сильный абориген чтобы он тут рулил и все хорошо так же как Прибалтика все больше и больше депопулируется мы с болгарской делегацией говорили вчера позавчера они говорят болгары уже потеряли 3 миллиона граждан понимаете и это болгария они чуть-чуть тоже с своими проблемами экономическими тоже у них там ломают им производство сельскохозяйств но их все-таки побольше немножко а нас меньше но даже они говорят 20-25 лет наши страны депопулируются почему нет демографии потому что видимо выгодно так называемым европейским партнерам именно это именно такая динамика и гей парада наверное нам проводят чтобы наши люди не размножались чтобы у нас демография деградировала и дальше нам навязывают сегодня целый посол целых Соединенных Штатов Америки открывал с гордостью 16-й фестиваль меньшинств и так далее целый посол целой Америки на в Молдове у которой смертность выше чем рождаемость дайте еще это пропагандируйте давайте на этот день и название такого Молдова прайд прайд это жертва ну еще и стая еще может быть такой перевод поэтому конечно это все как-то сложно представить что это стало возможно очень короткий период времени когда к этому относиться ведь буквально недавно я просто себя немного прерву в этой же студии прозвучало такое утверждение сегодня ведь чтобы проверить позицию человека надо просто выяснить его отношение к извращению и тогда в общем-то становится все понятно вот насколько верно ну судить можно по-разному тем не менее вот любое выражение вот имеет право на существование в этом есть свобода слова пускай Станислав занимаются чем угодно в своем личном пространстве но не надо это пропагандировать не надо чтобы это возглавляли дипломаты и политики потому что дипломаты и политики это публичная элита опять же вопрос легитимизации вот таким образом оно заканивается если уже посмотрите сам глава дипломатической миссии Соединенных Штатов Америки туда и пойдут вместе с ним все европейские наши деятели косвенно на вопрос который возможно возник у зрителя а как все это изменить вот косвенно ответ уже наверное прозвучал изменить все это положить конец всему этому должны и могут грядущие парламентские выборы когда у президента будет опора на парламентское большинство в законодательном органе и соответственно будет ну и если еще успешно пройдет референдум который намечен на сентябре этого года в возврате полномочий в том числе президенту то сама модель власти будет меняться а значит будут приниматься те решения которые напрямую будут завязаны на интерес простых граждан а не на интерес например тех которым нравится когда машут здесь над учреждениями голубыми флагами со звездами и всегда было удивительно когда проезжаешь какую-то сельскую премьерию ну при чем-то здесь флаг Евросоюза сюда еле доехали дороги нет а вот флаг зато есть довезли сюда флаг ключ есть решение всех вопросов за один день у европейцев они же заставили нас санкции России объявить они же чуть главные за один день могут решить пусть заставят и поддержат идею президента социалистов о роспуске парламента и досрочных парламентских выборов мы готовы рассматривать инициативу смешанная система и в будущем составе парламента может и через один не проблема европейцы крантики все перекрыли они шумеют это они умеют этим пользоваться когда гей-парады надо проводить вот пусть окажут окажут дипломатическое политическое и финансовое давление и поддержат нашу инициативу роспуске парламента мы готовы мы готовы поддержать роспуск парламента хоть завтра другая власть это не будет но европейцы так не хотят знаете почему потому что им надо успеть подготовить чтобы не пришли те силы которые поддерживают люди им надо успеть построить здесь политические проекты такие унионистские маю санду андрея анастасия и потом сделать им компанию поддержать их всем своим массивом чтобы не пришла русская угроза поэтому выход выход досрочные выборы как можно быстрее выход это приход социалистов к власти именно социалистов мы должны взять абсолютное большинство для того чтобы сформировать единую вертикаль власти единое правительство беспартийных билетов в кармане технократическое правительство мы должны сформировать единую вертикаль президент парламент правительство единое решение по экономике по проектам по инвестициям единое решение по юстиции а не торговаться кого сажаем кого не сажаем селективная юстиция у нас есть у нас есть решение у нас есть внешние связи для того чтобы у Молдовы были и инвестиции и производство и сельское хозяйство. Все, кто нас критикуют, мы готовы идти на баты с любым. Ренат Усатый, коммунисты, кто угодно. Ребят, садитесь и расскажите раз, два, три, как вы будете делать. И давайте мы поговорим, откуда вы берете инвестиции, как вы делаете производство, сельское хозяйство, инфраструктуру. Расскажите нам своих профессионалов, расскажите нам, кого вы делегируете в состав кабинета министров, расскажите нам, кто будет заниматься юстицией. И мы с вами четко поговорим по проектам, по пунктам. У нас, пожалуйста, сайт psm.md. вы увидите программу альтернативного социально-экономического развития Республики Молдова. Мы не просто ее создали, работали эксперты почти год, но мы не постеснялись ее опубликовать. Пожалуйста, покажите, как вы это будете делать. Вот вы хотите власть, Кармуж, вы же не хотите власть, вы хотите 6-7-10 мандатов в парламенте. Это коллективная безответственность. А вы нет, вы скажите, вот вы пришли к власти, что вы сделаете? У нас есть решение, Станислав. Мы знаем, что надо сделать для того, и мы не считаем, что ситуация безнадежна. Мы считаем, что ситуация, ее можно интерпретировать и в оптимистичном ключе. Иногда для того, чтобы всплыть, надо оттолкнуться ногами от дна. И мы близки к этому дну. И люди все должны сделать выводы. И те, кто голосовал за те партии, которые находятся сегодня в парламенте. Власть должна взять одна профессиональная сегодня сила. Профессиональная сила. Потому что нас сегодня менее всего заботят вопросы парламентской демократии. У нас должно быть сильное правительство, которое профессиональное, которое сделает все для экономики, сельского хозяйства, социальных политики. Которое будет вести нормальный диалог с внешними партнерами. Которое поставит в хорошем смысле слово МВФ на место. Ребят, хотите помогать европейские партнеры? Помогайте. Помогайте молдавскому народу. Мы не хотим, чтобы вы давали социалистам. Но давайте под инвестиции. Экономику. Не хотите давать? Тогда дайте нам сами развиваться. Выход только один. Про молдавская политика. А здесь мы не должны рисковать. Играть в демократию. Что нам надо 5, 6, 18 партий на площади. Иди на это. Они же потом перегрызутся. Как стая собак. Перегрызутся. Нам нужна одна четкая, внятная, предсказуемая сила. С хорошими связями с Российской Федерацией. Потому что там наши деньги. С хорошими связями с Приднестровьем. Потому что нам надо объединять страну. С хорошим подходом к истории Молдовы. С хорошим подходом к построению Молдавской гражданской нации. С хорошим подходом по консолидации нашего экономического рынка. У нас самые лучшие экономисты, финансисты. Наши люди, наше руководство партии, наши активисты. Те, кто в тени, потому что не для политики, а не для правительства. Те люди, которые выплачивали внешние долги этой страны. Это те люди, которые сумеют взять на себя ответственность. Есть решение, есть выход. Но люди должны отбросить свои сомнения. Потому что очень много плохотнюк тоже не спит. И у нас на левом фланге две трети коммуниста взял, треть сюда. Критикуйте социалистов. Ренат то хороший, то плохой. Приезжают, возвращаются. Нас критику не проблема, мы выдержим. Но люди должны понять. Голосовать надо массово за одну партию, чтобы преодолеть все попытки фальсификации, манипуляции и так далее. И другого решения нет. Это решение правильное, взвешенное. И я уверен, что в таком случае люди увидят реальные перемены к лучшему. Голосовать и поддерживать надо сегодня одну партию, которая сможет реально выставить противовес плохотнюку. Все те, кто претендует получить, мечтают о 5-6 процентах, чтобы как-то зацепиться. Для вас, ребята, есть смешанная система. По смешанной системе даже маленькая партия имеет возможность провести несколько своих представителей в парламент. Готовьтесь, работайте активно в территориях. Находите лидеров. Консолидируйте команды. Делайте так, чтобы в каждом районе у вас были команды, которые поборются. Но при смешанной системе все оппозиционные силы, а не только социалисты, могут попасть в парламент. Удивительно, что они это не просчитывают, выступая против таких изменений. Но уже бог им судья. У нас с вами одна минута осталась. Но хотелось бы все-таки буквально так же коротко, в этот сжатый период времени, одна минута, обсудить перспективу референдума, который сегодня организуется в столице. Сейчас полным ходом идет сбор подписей в поддержку референдума анти-Киртуака. Удастся довести до конца, до логического завершения, вот эту политическую акцию? Я бы хотел, в первую очередь, поблагодарить всех жителей Кишинева. Потому что такой реакции мы понимали, что люди хотят его отставки. Но такой реакции настолько положительной. Даже мы не ожидали, потому что за пять дней мы собрали 23 тысячи подписей. Это больше трети от того, что необходимо. А у нас впереди еще 55 дней. То есть у нас колоссальный запас. И понимание того, что есть поддержка людей. Люди подписываются очень массово. И это здорово. И надо продолжать, потому что фактически нам нужно максимальное количество подписей. Для того, чтобы наш референдум был безусловен, был абсолютен. И у унионистов, у либералов надо вырвать жало. С корнем вырвать жало. Потому что 10 лет мы видим ГИМПу в политике, с Киртуака. И видим этих либеральных воришек. Только благодаря премарии Кишинева, на которой они фактически сегодня и держатся. Мы должны вернуть Кишинев кишиневцам. Мы должны навести в этом городе порядок. Мы должны наказать тех воришек, которые по сути разбазарили город. Они его называют, нас называют всех оккупантами. Но вы наследие оккупанта, вы разворовали. Референдум идет хорошо. У нас огромные шансы, что в сентябре месяце, самое позднее, состоится этот. Уже может начаться кампания по выборам нового примара. Уже осенью. Но для этого нам надо, конечно, поддерживать темп. Людям не надо лениться. Людям надо каждому выйти, поставить подпись. То есть, чтобы абсолютно для всего мира было понятно, что люди не хотят Дарина Киртуака. И абсолютно для всего мира было понятно, что люди хотят избрать нового мэра. И я думаю, что этот референдум пройдет успешно. И у нас большие шансы свалить Дарина. У нас большие шансы наказать этого парня, который кажется таким белым и пушистым. Да, на самом деле, воришка. И многим воришкам помогал и потакал. И поэтому референдум идет хорошо. Людям, тем, кто подписался, большая благодарность. А всем, кто нас слушает, большая просьба. Со всеми близкими переговорить и как можно активнее включиться. И собрать нам всем вместе подавляющее количество подписей. Это наш с вами голос всех тех, кто недоволен хаосом в Кишиневе. Спасибо, Влад. Спасибо. Мы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова и депутат парламента Влад Батрынча. Оставайтесь с нами. Будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин